САУБАН Передаются слова Саубана о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. «Близко то время, когда народы будут созываться против вас, подобно тому, как едоки собираются на трапезу». Его спросили, «Это произойдет из-за того, что нас тогда будет мало?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Напротив, в тот день вас будет много, но вы будете подобны мути, рассеянной в потоке. И Аллах сделает так, что страх перед вами покинет сердца ваших врагов, а в ваши сердца Аллах поселит слабость». Его спросили, «О посланник Аллаха, что это за слабость?» Он ответил, «Любовь к этому миру и ненависть к смерти». Печально, не правда ли? Мы живем в таком мире, где тела разорванных в клощи детей не вызывают у нас ничего, кроме возгласов. Мы живем в таком мире, где детские крики о помощи проносятся мимо нас, словно дождевые облака. Думаешь, ты живой? Напротив, ты давно умер. Умер духовно, и тебя не оживить. Печально, что это происходит с нами, с носителями этого гордого звания «мусульманин». Ты смотришь в эти детские лица, запачканные кровью. Ты вслушиваешься в эти стоны молодых матерей, раздающиеся из-под завалов Алеппо, и понимаешь, что ты превратился в трапезу. Ты стал очередной закуской, тухлой, пустой, и ты продолжаешь тешить себя надеждами о светлом будущем. Насколько лицемерен этот мир? Насколько лицемерны стали люди, когда доктор говорит нам, что у нас рак, и нам осталось жить лишь пару недель? Мы не находим себе места от боязни умереть. Но когда нам читают аяты нашего Господа, к которому мы все возвратимся, от этого не трепещут наши сердца. Во что ты веришь? Какого Бога ты себе избрал, о мусульманин? Знаешь, есть на свете страна такая, то ли Бирма, то ли Мьянма. Страна как страна. Но есть у этой закрытой страны одна особенность, которую в мире никто не замечает. То ли от стыда, то ли не хочет, чтобы она ему мозолила глаза, а может просто наплевать. Мьянма – страна победившего религиозного фашизма и апартеида. Это как если бы Третий Рейх правил бы до сих пор на ограниченной территории с отклонениями на религиозной почве. Причем правили бы самые одиозные личности. Апартеиду со стороны большинства мьянцев-буддистов подвергается маленький народ Рахинья, мусульмане по вероисповеданию. И различия не только в религии, но и в расе. Мьянцы – синатибетцы, Рахинья – индоарийцы, чем-то родственные с бангладешцами. Духовным лидером, наставником апартеида и вялотекущей резни является главный буддийский монах, абсолютный тиран Ашинавирадху. Основатель и идеолог апартеида, резни и расовой чистоты. Человек, который провозглашает себя аватаром Гитлера и Будды. Рахинья не имеют права на образование. Рахинья не имеют права на передвижение. Рахинья не имеют права на документы. Рахинья не имеют права на религиозные обряды. Рахинья не имеют права на ребенка, если не получат разрешение у местного совета мьянцев. Любимое развлечение – дать разрешение, а потом уже во время беременности сказать, что разрешение не давали. А это значит принудительный аборт. Рахинья не имеют права жениться и выходить замуж без разрешения этого же совета. Даже если разрешение будет, все равно придется уплатить огромную пошлину, налог. Запрещено работать в госорганах. В Бирме процветает запретный международным правом институт принудительного труда. Мусульман Рахинья систематически уводят на строительные работы. Будь это возведение коттеджа для кого-то из местной элиты, дачи для чиновника, или даже буддийского храма, отказ от принудительных работ, чреват арестом, пытками, сносом жилищ и изгнанием провинившихся Рахинья из родных мест. Рахинья не имеют права оформлять на свое имя домашние или сотовые телефоны. Аналогично, представителям этого меньшинства нельзя владеть автомобилями. Глубочайший пессимизм, чувство загнанности в угол и постоянный страх преследований укоренились в умах Рахинья настолько, что даже в редких интервью с журналистами Рахинья изъясняются полудетским, напуганным языком. В то же время буддийские лидеры Мьянмы высказываются о мусульманах Рахинья резко, в презрительном тоне, называя их «калар», уничижительным словом, обозначающим людей темного цвета кожи, индийской или бенгальской наружности. Систематические погромы деревень, резня и убийство уменьшили народ Рахинья с миллиона до 600 тысяч человек. Любимым развлечением буддийских монахов является попытка заставить мусульманина Рахинья молиться и поклоняться этим самым монахам. За отказ обычно вырезают глаза или просто сжигают. Самый страшный геноцид проходит подмолчание Запада, остального мира и в первую очередь исламского мира, который лицемерно не замечает этой трагедии. Несчастный, никому не нужный народ продолжает жить в этих условиях. Буддизм, например, не жалеет инвалидов, считая, что инвалид сам виноват. В прошлой жизни плохим человеком был, поэтому в этой жизни наказан. Так же и с народом. Если он вырезается, значит, сам виноват. Такая карма. О, Аллах! Пролей свою милость на всех угнетенных мусульман в этом мире, подарующий жизнь и отнимающий ее. Мы обращаемся к тебе в этой тяжбе. Помоги детям, матерям и старикам в Бирме, Сирии, Палестине, Емени, Ираке, во всех местах земного шара, где не по праву бесчинствуют над ними. О, обладатель могущества, о, помогающий угнетенным, смени их страх на безопасность. О, Аллах! Укрепи стопы наших братьев и сестер во всем мире, отведи от них зло и дай им спокойствие. Аминь. Аминь.